Всем привет! С вами профессор Гуглов и сегодня мы с вами поговорим о такой интересной теме, как о сновидениях. Самые загадочные, захватывающие и интересные впечатления в жизни мы получаем, когда спим и видим сны. В античные времена в Римской империи к сновидениям люди относились очень серьезно. Сон мог быть даже представлен в Сенате для того, чтобы государственные мужи его проанализировали и правильно истолковали. Считалось, что сами боги посылают сновидения людям, наделенным высоким общественным статусом. Толкователи снов сопровождали полководцев во время военных походов. Известны многочисленные случаи, когда людям искусства и ученым их лучшие идеи приходили во сне. Достаточно вспомнить хрестоматийный случай с Дмитрием Ивановичем Менделеевым и его таблицей химических элементов, которые он увидел во сне. Но о снах мы сегодня знаем так же мало, как и тысячи лет назад. Собственно, что же мы о них знаем? Существует наука, занимающаяся изучением сна, сомнология. Вот что достоверно установлено путем научных исследований. Мы забываем 90% того, что нам приснилось. В течение 5 минут после пробуждения мы помним половину своего сновидения. Через 10 минут после того, как мы проснулись, мы забываем 9 десятых того, что нам приснилось. Слепые люди и сновидения. Люди, которые когда-то имели зрение, но ослепли, могут видеть во сне пространственные и цветовые образы. Рожденные слепыми картинок не видят, но их сны представляют собой очень яркие впечатления, связанные со звуком, обонянием, осязанием и эмоциями. Все видят сны. Сны видит каждый человек. Исключением могут составить только люди, пораженные крайними психическими расстройствами. Если человек уверен в том, что ему никогда ничего не снится, скорее всего он забывает свои сны сразу после пробуждения, вытесняет их из сознания, как нечто иррациональное и потому разрушительное. Во сне мы можем увидеть только тех людей, которых знаем. Ум не может придумать нового персонажа, которого мы бы в своей жизни не встречали. Снятся нам только знакомые. Но могут сниться те, кого мы не запомнили или забыли. На протяжении своей жизни мы встречаем огромное количество людей. Сотни тысяч лиц проходят перед нашими глазами. Поэтому у той части сознания, которая ведает сновидениями, нет недостатка в материале для построения разнообразных символов и образов. Цветные и черно-белые сны. Исследования, проведенные с 1915 года до 50-х годов 20 века, говорят, что среди зрячих людей 12% видят исключительно черно-белые сны. С 60-х годов картина изменилась. Сегодня черно-белые сны видят 4,4% людей. Скорее всего, такие изменения связаны с тем, что черно-белые фильмы уступили место цветным. Появилось телевидение и другие медиа, использующие цветное изображение. Символизм сновидений. Мы очень редко видим во сне привычные бытовые вещи и ситуации. Даже когда нам снится что-то, казалось бы, хорошо знакомое, во сне этот объект сновидения приобретает совсем другой смысл. Сны глубоко символичные. Во сне мы попадаем в пространство первичных архетипов. Именно в этом заключается причина того трепетного внимания, которое в древности уделяли снам властители-жрецы. Ведь психические процессы вершителей судеб, людей, которые принимают решения эпохальной важности, это, согласитесь, объективная реальность. «Дрожание моей левой икры есть великий признак», – говорил Наполеон, и был, конечно, прав. И дрожание левой икры, и содержание сновидения властелина – великий признак. Но важнее всех правителей, вместе взятых для нас, мы сами. Сны могут быть очень важным маркером наших взаимоотношений с действительностью. Эмоции, которые мы испытываем во сне. Самые распространенные эмоции, которые мы чувствуем во сне – тревожность. И в целом отрицательные эмоции во сне мы испытываем чаще, чем положительные. Количество сновидений за одну ночь. Еженочно мы можем увидеть от 4 до 7 сновидений. В среднем спящий человек за ночь может видеть сны в течение 1-2 часов. Животные тоже видят сны. Проведенные на животных исследования показывают, что их мозг работает так же, как мозг спящего человека. Впрочем, это известно каждому собаководу. Во сне пес может поскуливать, дергать лапами и очень выразительно демонстрировать, что ему снится что-то вроде азартной погони. Фаза телесного паралича во сне. Существует фаза сновидений, которая называется фазой быстрых движений глаз – БДГ. Именно в это время мы видим образы, которые запоминаются нами как сновидения. Фаза быстрых движений глаз занимает по 20-25% времени ночного отдыха, то есть 90-120 минут. Во время БДГ в мозге включается особый механизм, парализующий тело. Это помогает предотвратить лишние телодвижения и возможные травмы во сне. Когда фаза быстрых движений глаз оканчивается, мы снова можем двигаться во сне, переворачиваться с боку на бок и так далее. Включение в сновидение объективной реальности. Когда мы спим, наш ум интерпретирует внешние раздражители так, чтобы они являлись частью сна. Например, когда вы спите, а ваш младший брат в соседней комнате упражняется в игре на гитаре, вам может сниться, что вы на концерте, в консерватории, причем музыканты против обыкновения создают ужасную какафонию. Подобных примеров у каждого наберется сколько угодно. Мужчины и женщины видят разные сны. Мужчины чаще всего видят сновидения, в которых фигурируют другие мужчины. В мужском сне около 70% мужских персонажей. У женщин во сне присутствуют мужчины и женщины в одинаковой пропорции – 50 на 50. Кроме того, мужчины в своих сновидениях ведут себя агрессивнее женщин. Вещи и сны. Результаты исследований на больших группах людей показывают, что от 18 до 38% людей, по крайней мере, один раз в своей жизни видели вещи и сон. Состояние дежавю, когда человек понимает, что он уже был в такой ситуации, испытывали 70% человек. При этом верят в вещи и сны от 63% до 98% людей. В этих исследованиях принималось, что вещи и сон – это такое видение будущего, которое никак не может быть выведено из анализа имеющейся на данный момент информации. Храпящий человек не видит сновидений. Существует такая точка зрения, что когда человек храпит, он не может видеть снов. Так это или нет, сказать трудно, поскольку нет ни научного подтверждения, ни научного опровержения этой гипотезы. Однако, простой житейский опыт подсказывает, что это, скорее всего, правда. Оргазм во сне. Во сне вы можете не только заниматься сексом и получать от этого удовольствие, как и в реальной жизни, но и испытывать бурный оргазм, причем без всяких сопутствующих физиологических процессов. Более того, ощущения от занятий сексом во сне могут быть гораздо более сильными, чем в реальной жизни. На этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова